То, как вещь на вас выглядит, является основной характеристикой. Особенно это касается рубашек. Плохо сидящая рубашка может превратить дорогую рубашку за 200 долларов в мешок. Рубашка за 20 долларов, если хорошо подогнана, может выглядеть восхитительно. Подгонка – это ключ. И в сегодняшнем видео мы обсудим, как рубашка должна выглядеть. Начнем с воротничка. Его основная задача – это подчеркивать ваше лицо. Если он с этим не справляется, ваш внешний вид целиком нарушен и не сбалансирован. Если воротник слишком мал, он будет тянуть вашу кожу, и вы будете чувствовать себя неудобно. Если он слишком большой, то появится заметная щель, в которую можно просунуть аж 4 пальца. Отличный размер воротника даст возможность просунуть до 2 пальцев между шеей и воротником. Перейдем к ширине плеч. Если шов проходит выше плеча, ближе к шее, рубашка маловато. Даже не думай ее покупать. Если шов ниже плеча, тогда рубашка слишком велика. И подшивать ее не стоит. Просто отложите эту рубашку. Рубашка отличного размера та, у которой шов плеча проходит прямо над плечом и позволяет свободно двигать руками. Давайте перейдем к средней части рубашки – торс. Если грудной отдел рубашки слишком тесный, вы это заметите. Пуговицы будут натянуты. Попробуйте размер побольше. Если рубашка слишком свободная, то лишняя ткань начнет собираться вокруг талии или груди. Перед тем, как отнести такую рубашку к портному на подгонку, попробуйте сперва другой размер или поменять бренд и найти ту рубашку, которая будет на вас сидеть без того, чтобы ее перекраивать. Отличная рубашка должна стелиться по телу, подчеркивая ваш естественный силуэт. Мало какая рубашка может сделать такое, как только вы ее сняли с полки. Я рекомендую все-таки относить рубашки к портному, чтобы он подогнал их под вас. Давайте обсудим ширину рукавов. Если рукава стягивают ваши движения, они слишком узкие. Если рукава стелятся вокруг руки и формируют складки до 5 сантиметров, то они слишком широкие, и их надо ушить или попробовать размер поменьше. Хорошие рукава не будут сковывать ваши движения, при этом оставлять зазор до 3 сантиметров от руки. Сейчас поговорим о манжетах. Если манжеты тесно обнимают вашу кисть, то они слишком малы. Можете попробовать вторую пуговицу, либо поменять размер. Если рука легко проходит через застегнутый манжет, возможно, потребуется другой размер, или застегнуть на пуговицу потуже. Идеальный манжет не позволит руке легко выйти из рукава без того, чтобы не застегнуть пуговицу. Если вы носите часы, то подгоните размер манжета в соответствии с часами. Обсудим длину рукавов. Если они заканчиваются над косточкой кисти, то они слишком короткие. Вам надо будет найти другой бренд с более длинными рукавами. Если рукав накрывает ладонь, он слишком длинный, и вам надо будет их укоротить. Рукав хорошей длины просто покрывает косточку кисти. Сейчас поговорим о длине самой рубашки. Если рубашка еле закрывает часть пояса, то она слишком короткая. Вам надо присмотреть рубашку побольше. Если рубашка ниже крестца, то она слишком длинная. Но это не так страшно. Портной легко может ее укоротить. Рубашка хорошей длины закончится на пару сантиметров ниже линии пояса, и не будет вылазить из штанов, когда вы поднимите руки. Запомните, никакая рубашка не подойдет вам на 100% сразу, как только вы ее купили. Возьмите рубашку, отнесите к портному, пускай он ее подгонит под ваше тело. Хочешь больше информации, или увидеть это видео в формате инфографики, интересует, как костюм должен выглядеть, или как завязать правильно галстук, тогда переходи на Real Men Real Style и найди там наши бесплатные уроки о том, как одеваться наилучшим образом каждый день.